Иудив, глава 9. А Иудив пала на лицо, посыпала голову свою пеплом и сбросила с себя в ретище, в которое была одета, и только что воскурили в Иерусалиме, в доме Господнем, в Вещернем Фимеам. Иудив громким голосом, воззвала к Господу и сказала, Господи Божий отца моего Симеона, которому ты дал в руку меч на отмщение иноплеменным, которые открыли ложесна девы для оскорбления, обнажили бедро для позора и осквернили ложесна для посрамления. Ты сказал, да не будет всего, а они сделали. И зато ты предал князей их на убиение, постель их, которая видела обольщение их, обогрел кровью и поразил рабов подле владетелей и владетелей на тронах их, и отдал жен их в расхищение, дочерей их в плен, и всю добычу в раздел сынам, возлюбленным тобою, которые возревновали твою ревность и возгнушались осквернением крови их. И призвали тебя на помощь. Боже, Боже мой, услышь меня, вдову! Ты сотворил прежде всего бывшее, и сие, и последующее за Сим, и содержал в уме настоящие грядущие. И что помыслил ты, то и совершилось. Что определил, то и явилось. И сказала, вот я. Ибо все пути твои готовы, и суд твой тобою предвиден. Вот, астерияне умножили силе своей, гордятся конем и всадником, тщеславятся мышцею пеших, надеются и на щит, и на копье, и на лук, и на прощу, а не знают того, что ты, Господь, сокрушающий брани. Господь имя тебе! Сокруши же их крепость силой твоей, и уничтожь их силу гневом твоим. Ибо они замыслили осквернить святилище твое, поругаться над мирным селением имени славы твоей, и железом сокрушить рог твоего жертвенника. Возри на превозношение их, пошли гнев твой на главы их, дай вдове руке моей крепость на то, что задумала я. Устами хитрости моей порази раба перед вождем, и вождя перед рабом его, и сокруши гордыней их рукою женскою. Ибо не во множестве сила твоя, и не в могучих могущество твое, но ты, Бог смиренных, ты помощник умоленных, заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных. Так, так, Божий Отца Моего и Божье наследие Израилю, Владыка неба и земли, Творец Вод, Царь всякого создания твоего, услышь молитву мою, сделай слово мое и хитрость мою раною и язвой для тех, которые задумали жестокое против завета твоего, святого дома твоего, высоты Сиона и дома наследия сынов твоих. «Вразуми весь народ твой и всякое племя, чтобы видели они, что ты Бог, Бог всякой крепости и силы, и нет другого защитника рода Израилева, кроме тебя». Иудив, глава 10. Когда она перестала звать к Богу Израилеву и окончила все эти слова, то поднялась на ноги, позвала служанку своей, вошла в дом, в котором она проводила субботние дни и праздники свои. Здесь она сняла с себя вретище, которое надевала, сняла и одежды вдовства своего, омыла тело водой и намастилась драгоценным миром, причесала волосы и надела на голову повязку, оделась в одежды веселья своего, в которое она наряжалась в одни жизни мужа своего Монассии, а обула ноги свои в сандалии и возложила на себя цепочки, запястья, кольца, серьги и все свои наряды и разукрасила себя, чтобы прерстить глаза мужчин, которые увидят ее. И дала служанке своей мех вина и сосуд маслом, наполнила мешок мукой и сушеными плодами и чистыми хлебами, и, обвернув все эти припасы свои, возложила их на нее. Выйдя к воротам города Витилуя, они нашли стоявшими при них Озию и старейшин города, Хаврина и Хармина. Когда они увидели ее и перемену в ее лице и одежды, очень много удивились красоте ее и сказали ей, «Бог, Бог отцов наших додаст тебе благодать и досовершит твои намерения на радость сынов Израиля и на возвеличение Иерусалима». Она поклонилась Богу и сказала им, «Велите отворить для меня ворота города, я выйду для исполнения дела, о котором вы говорили со мною». И велели юношам отворить для нее, как она сказала. Они исполнили это, и вышла Иудив и служанка ее с нею, а мужи городские смотрели вслед за нею, пока она сходила с горы, пока проходила долиною и пока не скрылась от их глаз. Они шли прямо долиною и встретила Иудив, передавая стража ассириян. И взяли ее и спросили, «Ты чья? Откуда идешь и куда отправляешься?» Она сказала, «Я дочь евреев и бегу от них, потому что они будут преданы вам на истребление». «Я иду к Алаферну, вождю вашего войска, возвестить слова истины и указать ему путь, которым он пойдет и овладеет всей Нагорной страной, так что не погибнет из мужей его ни один человек и ни одна живая душа». Когда эти люди слушали слова ее и сматривались в лицо ее, она показалась им чудом по красоте, и они сказали ей, «Ты спасла душу твою, поспешив прийти к господину нашему, ступай же к шатру его, а наши проводят тебя, пока не передадут тебя ему в руки. Когда ты станешь перед ним, не бойся сердцем твоим, но выскажи слова твои, и он тебя благодетельствует». «И выбрав из среды своей сто человек, приставили их к ней и к служанке ее, и они повели их к шатру Алаферна. Во всем стане произошло движение, потому что весть о приходе ее разнеслась по шатрам. Сбежавшиеся окружили ее, так как она стояла вне шатра Алаферна, пока не возвестили ему о ней. И дивились красоте ее, а из-за нее дивились и сынам Израиля, и говорили каждой ближнему своему, «Кто пренебрежет таким народом, который имеет таких жен у себя? Неблагоразумно оставить из них ни одного мужа, потому что оставшиеся будут в состоянии перехитрить всю землю». Между тем спавшие при Алаферне и все служители его вышли и ввели ее в шатер. Алаферна отдыхал на своей постели за занавесом, украшенным пурпуром, золотом, изумрудом и драгоценными камнями. Когда ему доложили о ней, он вышел в переднее отделение шатра, и перед ним несли серебряные лампады. Когда Иудив представилась ему и служителям его, все удивились красоте лица ее. Она, пав на лицо, поклонилась ему, и служители его подняли ее. Иудив, глава одиннадцатая. Алаферн сказал ей, ободри жена, не бойся сердцем твоим, потому что я не сделал зла никому, кто добровольно решил сослужить Навуходоносору, царю всей земли. И теперь, если бы народ твой, живущий в Нагорной стране, не пренебрег мною, я не поднял бы на них копья моего, но они сами это сделали для себя. Скажи же мне, почему ты бежала от них и пришла к нам? Ты найдешь себе здесь спасение, не бойся. Ты будешь жива в эту ночь и после, потому что тебя никто не обидит. Напротив всякий будет благодетельствовать тебе, как бывает с рабами господина моего царя Навуходоносора. Иудив сказала ему, выслушай слова рабы твоей, пусть раба говорит перед лицом твоим, я не скажу лжи господину моему в эту ночь. Если ты послушаешь словам рабы твоей, то Бог через тебя совершит дело, и господин мой не ошибется в своих предприятиях. Доживет Навуходоносор, царь всей земли, доживет держава его, пославшего тебя для исправления всякой души. Потому что не только люди через тебя будут служить ему, но и звери полевые, и скот, и птицы небесные, через твою силу будут жить под властью Навуходоносора и всего дома его. Ибо мы слышали о твоей мудрости и хитрости ума твоего, и всей земле известно, что ты один добр во всем царстве, силен в знании и дивен в воинских подвигах. А что говорил Ахеор в собрании твоем? Мы слышали слова его, потому что мужи Ветилы оставили его в живых, и он рассказал им все, о чем говорил тебе. Посему, владыка господин, не оставляй без внимания слова его, но сложи его в сердце твоем, потому что оно истинно. Род наш не наказывается, меч не имеет силы над нами, если они не грешат перед Богом своим. Итак, чтобы господин мой не был отражен и безуспешен, и чтобы их постигла смерть, овладел ими грех, которым они прогневляют Бога своего, делая то, чего не следует, потому что у них оказался недостаток в пище, и вся вода истощилась. И вот они решились бросить на скот свой, и думает питаться всем, что Бог строго запретил в законе своем употреблять в пищу. Даже начатки пшеницы, десятины, вина и масла, которые по освящению хранятся для священников, предстоящих перед лицем Бога вашего Верусалима, они решились употребить, тогда как руками касаться их не следовало никому из народа. Они послали в Иерусалим, так как и тамошние жители делали это, принести к ним разрешение на то от собрания старейшин. И как скоро им дано будет известие, и они сделают это, то в тот же день будут преданы тебе на погубление. Вот почему я, раба твоя, узнав обо всем этом, бежала от них, и Бог послал меня сделать вместе с тобой такие дела, которым изумится вся земля, где только услышат о ней. Ибо раба твоя благочестива, и день и ночь служат Богу Небесному. Теперь, господин мой, я останусь у тебя, только пусть раба твоя по ночам выходит на долину молиться Богу, и он откроет мне, когда они сделают свое преступление. Я приду и объясню тебе, и ты выходи тогда со всем твоим войском, и никто из них не противостанет тебе. Я поведу тебя через Иудею, доколе не даем до Иерусалима. Поставлю среди его седалища твое, и ты погонишь их, как овец, не имеющих пастуха, и пес не пошевелит против тебя языком своим. Это сказано мне по откровению, и объявлено мне, и я послана возвестить тебе. Понравились слова ее Аллаферну и всем слугам его. Они дивились мудрости ее и говорили, «От края до края земли нет такой жены по красоте лица и по разумным речам». Аллаферн сказал ей, «Хорошо Бог сделал, что вперед этого народа послал тебя, чтобы в руках наших была сила, а среди презревших господина моего – гибель. Прекрасно ты лицом, и добрые речи твои. Если ты сделаешь, как сказала, то твой Бог будет моим Богом. Ты будешь жить в доме царя Навуходоносора и будешь именита во всей земле». Иудив. Глава 12. «И приказал везти ее туда, где хранились серебряные сосуды его, и велел ей пользоваться пищей от стола его и пить вино его. Но Иудив сказал, «Не буду есть этого, чтобы не было соблазна, но пусть подают мне то, что принесено со мною». Аллаферн сказал ей, «А когда истощится то, что с тобою, откуда мы возьмем, чтобы подавать тебе подобное этому? Ибо среди нас нет никого из рода твоего». Иудива отвечала ему, «Да живет душа твоя, господин мой, а раба твоя не издержит того, что со мной, прежде нежели Господь совершит моей рукой то, что он определил». И ввели ее слуги Аллаферна в шатер, и спала она до полуночи, а перед утренней стражей встала и послала сказать Аллаферну, «Да даст господин мой повеление, чтобы рабе твоей дозволили выходить на молитву». Аллаферн приказал своим телохранителям не препятствовать ей. И пробыла она в лагере три дня, а по ночам выходила в долину Витилы, и омывалась при источнике воды у лагеря. И, выходя, молилась Господу Богу Израилеву, чтобы он направил путь ее к избавлению сынов его народа. По возвращении она пребывала в шатре чистою, а к вечеру приносили ей пищу. В четвертый день Аллаферн сделал пир для одних слуг своих и не пригласил к услужению никого из представленных к службам. И сказал Евнуху Вагою, управлявшему всем, что у него было, «Ступай, и убеди еврейскую женщину, которая у тебя, прийти к нам и есть и пить с нами. Стыдно нам оставить такую жену, не побеседовав с нею. Она смеет нас, если мы не пригласим ее». Вагою, выйдя, Аллаферна, пришел к ней и сказал, «Не откажись, прекрасная молодая женщина, прийти к господину моему, чтобы принять честь перед лицом его и пить с нами вино и веселье, и быть в этот день, как одной из очерей сыновас сура, которые предстоят в доме Новоходоносора». Иудив сказала ему, «Кто я, чтобы прикословить господину моему? Поспешу исполнить все, что будет угодно господину моему, и это будет служить мне утешением до дня смерти моей». Она встала и нарядилась в одежду и во все женское украшение, а служанка ее пришла и разослала до нее по земле перед Аллаферном ковры, которые она получила от Вагоя для всегдашнего потребления, чтобы есть, возлежа на них. Затем Иудив пришла и возлегла. Подвигло сердце Аллаферна к ней, и душа его взволновалась. Он сильно желая столкнись с нею, искал случай обольстить ее с того самого дня, как увидел ее. И сказал ей Аллаферн, «Пей же и веселись с нами». А Иудив сказала, «Буду пить, господин, потому что сегодня жизнь моя возвеличилась во мне больше, нежели во все дни от рождения моего». И она брала, ела и пила перед ним, что приготовила служанка ее. Аллаферн любовался на нее и пил вина весьма много, сколько не пил никогда, ни в один день от рождения. Иудив, глава 13. Когда поздно стало, рабы его поспешили удалиться, а вагой, отпустив предстоявших перед лицом его господина, затворил шатер снаружи, и они пошли к постелям своим, так как все были утомлены продолжительностью пира. В шатре осталась одна Иудив с Аллаферном, упавшим на ложе свое, потому что был переполнен вином. Иудив велела служанке своей стать вне спальни ее и ожидать ее выхода, как было каждый день, сказав, что она выйдет на молитву, то же самое сказала она Ивагою. Когда все от нее ушли, и никого в спальне не осталось, ни малого, ни большого, Иудив, встав у постели, Аллаферна сказала в сердце своем, «Господи, Божьей всякой силы, призрив щас сей, надела рук моих к возвышению Иерусалима, ибо теперь время защитить наследие твое и исполнить мое намерение, поразить врагов, восставших на нас». Потом, подойдя к столбику постели, стоявшему в головах у Аллаферна, она сняла с него меч его. И, приблизившись к постели, схватила волосы головы его и сказала, «Господи, Божий Израиль, укрепи меня в этот день». И изо всей силы дважды ударила по шее Аллаферна и сняла с него голову. И, сбросив с постели тело его, взяла со столбов занавес. Спустя немного она вышла и отдала служанке своей голову Аллаферна, а это положило ее в мешок со стеснями припасами. И обе вместе вышли по обычаю своему на молитву. Пройдя стан, они обошли кругом ущелье, поднялись на гору и ветилы и пошли к воротам ее. «Иуди выездали!» кричала сторожившим при воротах, «Отворите, отворите ворота! С нами Бог, Бог наш! Чтобы даровать еще силы Израилю и победу над врагами, как даровал он и сегодня». Как только услышали городские мужи голос ее, поспешили прийти городским воротам и созвали старейшин города. Избежали все от малого до большого, так как приход ее был для них сверх ожидания. И, отворив ворота, приняли их и, зажегши для освещения огонь, окружили их. Она же сказала им громким голосом, «Хвалите Господа! Хвалите! Хвалите Господа! Что он не удалил милости своей от дома Израилева, но в эту ночь сокрушил врагов наших, моей рукой». И, вынув голову из мешка, показала ее и сказала им, «Вот голова Алаферна, вождя сирийского войска, и вот занавес его, за которым он лежал от опьянения. И Господь поразил его рукой женщины. Жив Господь, сохранивший меня в пути, которым я шла, ибо лицо мое престило Алаферна на погибель его, но не сделал со мной скверного и постыдного греха». Весь народ чрезвычайно изумился, пали, поклонились Богу и единодушно сказали, «Благословен ты, Боже наш, уничиживший сегодня врагов народа твоего». А Озия сказал ей, «Благословена ты, дочь, Всевышним Богом, более всех жен на земле, и благословен Господь Бог, создавший небеса и землю, и наставивший тебя на поражение головы начальника наших врагов. Ибо надежда твоя не отступит от сердца людей, помнящих силу Божию до века. Да вменит тебе это Бог вечную славу, и да наградит тебя благами за то, что ты жизни твоей не пощадила при унижении рода нашего, но выступила вперед, когда мы падали. Ты, правоходившая пред Богом нашим». И весь народ сказал, «Да будет, да будет». Иудив, глава 14. Иудив сказала им, «Послушайте же меня, братья, возьмите эту голову и повесьте на зубцах вашей стены, когда же настанет утро и солнце взойдет над землей. Возьмите каждое боевое свое оружие, идите все сильные за город, и дайте им вождя, как будто намереваясь сойти на равнину против передовой стражи сынова Сура. Но не сходите. Тогда они, взяв все свое оружие, пойдут в свой стан и разбудят вождей войска сирийского. И сбегутся к шатру Элаферна, но не найдут его. Оттого нападет на них страх, и они побегут от вас. А вы, все живущие во всяком пределе израильском, преследуя их, поражайте их на пути. Но прежде, чем сделайте это, пригласите ко мне Ахиора, Аманитянина. Пусть увидит и узнает он того, кто уничижил дом Израиля и прислал его к нам, будто на смерть». И призвали Ахиора из дома Озия. Когда он пришел, увидел голову Элаферна в руке одного мужа среди собрания народа, то пал на лицо свое и ослабел духом. Когда же подняли его, он припал к ногам Иудеев и поклонился ей и сказал, «Благословена ты во всяком селении Иуды и во всяком народе, которые, услышав об имени твоем, изумятся. Расскажи же мне теперь, что ты сделала в эти дни? Иудеев среди народа рассказала ему все, что она сделала с того дня, как вышла до того дня, в который говорила с ними. Когда она перестала говорить, народ громко воскликнул и радостный крик его раздался в городе. Ахиор же, видя все, что сделал Бог Израилев, искренне уверовал в Бога, обрезал крайнюю плоть свою и присоединился к дому Израилеву даже до сего дня. Когда настало утро, повесили голову Алаферна на стену. Каждый муж взял свое оружие и вышли отрядами на всход горы. Сыны Асура, увидев их, послали к своим начальникам, они пошли к вождям, к тысяченачальникам и ко всякому предводителю своему. Придя к шатуру Алаферна, они сказали управлявшему всем имением его, разбуди нашего господина, потому что эти рабы осмелились выйти на сражение с нами, чтобы быть совершенно истребленными. Вагой вошел и постучался в дверь шатра и подумал, что он спит с Иудифью. Когда же никто не отзывался ему, то отварив, вошел в спальню и нашел, что Алаферн мертвый лежит у порога и голова его снята с него. И он громко воскликнул с плащем, с тоном и крепким воплем и разорвал свои одежды. Потом вошел в шатер, в котором пребывала Иудиф, и не нашел ее. Тогда он выскочил к народу и закричал «Рабы поступили вероломно! Одна еврейская жена опозорила дом царя на Вуходоносора! Ибо вот Алаферн на полу, и головы нет на нем!» Когда услышали эти слова начальники войска сирийского, то разорвали одежды свои, и душа их сильно смутилась, и раздался у них крик и весьма великий вопль среди стана. Иудиф Глава 15 Когда бывшие в шатрах услышали о том, что случилось, то смутились. И напал на них страх и трепет, и ни один из них не остался в глазах ближнего. Но все они, бросившись, бежали по всем дорогам равнины и нагорной страны. И расположившись лагерем в нагорной стране около Витилы, также обратились в бегство. Тогда сыны Израиля, каждый из них, воинственный муж, погнали за ними. Озия послал Ветамасфем, Виваю, Хаваю и Холу и во все пределы израильские, чтобы известить о свершившемся, и чтобы все погнали за неприятелями для истребления их. Как скоро услышали об этом сыны Израиля, все дружно напали на них и поражали их доховы, равные пришедшие из Иерусалима и всей нагорной страны, так как им возвещено было о том, что случилось в стане врагов их. И с Галаадой и Галилеей со всех сторон наносили им большое поражение, доколе они не прошли за Дамаск и за пределы его. Прочие жители Витилы напали на станоссирийский, разграбили его и весьма обогатились. А сыны Израиля, возвратившиеся от поражения, владели остальным и сели и села и деревни в нагорной стране и на равнине получили большую добычу, потому что ее было весьма многое множество. Великий священник Иоаким и старейший сынов Израиля, живший в Иерусалиме, пришли посмотреть, какое благо сотворил Господь для Израиля и видеть Иудив и приветствовать ее. Как только они вошли к ней, то все единодушно благословили ее и сказали ей, «Ты, величие Израиля, ты великая радость Израиля, ты великая слава нашего рода. Все это ты сделала твоей рукою, ты сделала добро Израилю и да благоволит к нему Бог, будь же благословена от Господа Вседержителя на вечное время». И весь народ сказал, «Да будет». Народ расхищал лагерь в продолжении тридцати дней. И Иудив, и Феодали, и Шатер, и Лаферна, и все серебряные сосуды, и постели, и чаши, и всю утварь его. Она взяла, возложила на мула своего, запрягла колесницы свои и сложила это на них. И сбежали все жены израильские видеть ее и благословляли ее, и составили из себя для нее хор. А она взяла в свои руки обитые виноградными листьями жезлы и дала женщинам, бывшим с нею. И возложила на себя масличные венки, она и бывшая с нею. Она шла впереди всего народа в хоре и вела за собой всех жен. За нею следовали все мужи израильские, вооруженные, с венками и с торжественными песнями в устах своих. Иудив начала перед всем Израилем благодарственную песнь, и весь народ подпевал эту песнь. Иудив Глава 16 И сказала Иудив Начните Богу моему на тимпанах, пойте Господу моему на кимвалах, стройно воспевайте ему новую песнь, возносите и призывайте имя его, потому что он есть Бог, Господь сокрушающий брани, потому что он ополчился за меня среди народа и исторг меня из руки моих преследователей. Пришел Ассур с гор севера, пришел с мириадами войска своего, и множество их запрудило воду в источниках, и конница их покрыла холмы. Он сказал, что пределы мои сожжет, юноша моих мечом истребит, грудных младенцев бросит от земли, малых детей моих отдаст на расхищение, дев моих пленит. Но Господь Вседержитель не изложил их рукой жены, ни от юношей пал сильный их, ни сыны титанов поразили его, и нерослые исполины налегли на него. Но Иудив, дочь Мирарии, красотой лица своего погубила его, потому что она для возвышения бедствовавших в Израиле сняла с себя одежды вдовства своего, помазала лицо свое благовонную мастью, украсила волосы свои головным убором, надела для прещения его льняную одежду. Ее сандалии восхитили взор его, и красота ее приняла душу его, меч прошел по шее его. Персы ужаснулись от ваги ее, и медяне растерялись от смелости ее. Тогда воскликнулись смиренные мои, и они испугались, немощные мои, и они пришли в смущение, возвысили голос свой, и они обратились в бегство. Сыновья молодых жен кололи их, и как детям белых рабов наносили им раны, они погибли от ополчения Господа моего. Воспою Господу мою, моему песнь новую, велик ты, Господи, славен, дивен силою и непобедим. Доработает тебе всякое создание твое, ибо ты сказал и совершилось, ты послал духа твоего и устроилось, и нет никого, кто противостал бы глазу твоему. Горы с водами подвигнутся с оснований, и камни как воск растают от лица твоего. Но к боящимся тебя ты благомилостив. Мала всякая жертва для войны благоухания, и всякий путук ничтожен для всесожжения тебе. Но боящийся Господа всегда велик. Горе народом восставшим народ мой. Господь Вседержитель отмстит им в день суда, пошлет огонь и червей на их тела, и они будут чувствовать боль и плакать вечно. Когда пришли в Иерусалим, они поклонились Богу, и когда народ очистился, вознесли все сожжения свои, доброхотные жертвы свои, дары свои. Иудив же принесла все сосуды Аллаферны, которые отдал ей народ, и занавес, которые она взяла из спальни его, а отдала в жертву Господу. Народ веселился в Иерусалиме перед святилищем три месяца, и Иудив прибывала с ними, но после сих дней каждый возвратился в удел свой, а Иудив отправилась в Витилую, где оставалась в имении своем и была в свое время славной во всей земле. Многие желали ее, но мужчина не познал ее во все дни жизни с того дня, как муж ее монасты умер и приложился к народу своему. Она приобрела великую славу и состарилась в доме мужа своего, прожив до ста пяти лет, и отпустила служанку свою на свободу. Она умерла в Витилуе и похоронили ее в пещере мужа ее в Монассии. Дом Израиля оплакивал ее семь дней, имение же свое прежде смерти своей она разделила между родственниками Монассии мужа своего и между близкими из рода своего. И никто более не устрашал сынов Израиля во дни Иудифи и много дней по смерти ее.